Праздник, на котором можно отдохнуть с умом. Фестиваль развивающего досуга «Умный Владимир» прошел в областном центре во второй раз. Главное замечание посетителей прошлого фестиваля – что мало места – исправили. Тематические площадки расположили аж на двух этажах Центр культуры и искусства на Соборной. Интеллектуальные развлечения предложили на любой возраст и интерес. От научно-образовательных лекций о медицине, космосе, IT-технологиях, истории и фольклоре, на развивающих площадках с роботами и приборами да Винчи. Если кратко, то я ее для себя сформулировал так – это пропаганда умного образа жизни. То есть я хотел бы, чтобы то, чем я занимаюсь, стало более популярным занятием в городе. Одной из самых популярных площадок стали занимательные опыты и эксперименты научно-познавательного центра «Эврика». Организаторы уверяют – изучение науки может быть веселым и занимательным. Мы, конечно, для детей вносим небольшой элемент игры. Вот, предположим, у нас один из экспонатов из картошки и тыквы, который показывает детям, что на самом деле ток есть во всем. Электричество можем с вами создать и зажать лампочку даже с помощью обыкновенных овощей. Или, предположим, с помощью нашего плазменного шара мы становимся настоящими джедаями с джедаевскими мечами. Все это, конечно, для детишек, а для аудитории постарше мы, конечно, расскажем, почему, как возникает магнитное поле, почему летают самолеты, плавают корабли, почему трава зеленая, небо голубое. Это все-все-все вопросы, интересующие эту аудиторию. Саша Чередков приехал на фестиваль «Умный» Владимир из Камешкова. В свои 13 лет он очень любит учиться и старается каждый день узнавать что-то новое. Из всех площадок его привлекло скорочтение и развитие памяти. Саше дали задание – нарисовать картину двумя руками одновременно. Самое сложное в этом задании – сделать так, чтобы ты видел сразу обе руки, и чтобы как-то глаза твои смогли разбежаться и рисовать сразу обе половины этого рисунка. Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет ежегодным и привлечет к себе еще больше внимания со стороны владимирцев. Игорь Липский, Стас Трегубов, «Губерния-33».